Штаб по комплексному развитию региона прошел в усеченном формате. Главы районов и часть членов правительства присутствовали в режиме видеоселектора. Губернатор Сергей Морозов объяснил это тем, что руководство региона должно показывать пример и соблюдать социальное дистанцирование. Ситуация сегодня крайне сложная. Она требует и особого продуманного подхода к анализу этой ситуации. Сплоченность, если хотите, по-настоящему патриотического подъема, но и, конечно, продуманного научно-технического прорыва. И мы обязаны все вместе решать эту задачу. Мы все должны быть максимально дисциплинированы и активно во имя интересов своей Ульяновской области трудиться. Коронавирус – это главный вызов человечеству. Вместе с ним следуют и другие проблемы. Отметил губернатор. Растет уровень бедности. Возникают сложности с занятостью и демографией. Есть трудности и у работников здравоохранения. Ведь на них ложится самая большая ответственность. Сотрудники, ну и Госсаксобрания, особенно с Единой России, поддержали это. И выделили автомобили для наших сотрудников для выезда. Потому что действительно количество вызовов растет. И мы иногда не успеваем просто выезжать и сделать. Нагрузка большая как на неотложную помощь, так и на скорую помощь. Губернатор поручил также держать на личном контроле выплаты медикам. Должна отслеживаться реабилитация заболевших работников здравоохранения. Каждый должен чувствовать особую заботу, подчеркнул глава области. Глава региона отметил большое количество заболевших среди пожилых граждан. Особое внимание уделяется детям. Если по ОРВИ, то у нас цифра заболевших детей, а я напомню, дошколка это в возрасте от 2 до 6 лет, это 1345 детишек. В процентном соотношении составляет 2,4% от общего количества наших детей. Смотрим на ситуацию с ковидом. Из общей цифры наших детишек, дошкольников, заболевших с подтвержденным ковидом, 14 детей. Это составляет 0,02% от общего количества. Наибольшее количество заболевших ОРВИ среди детей в Димитровграде, Ульянском и Великесском районах. На фоне этих муниципалитетов довольно хорошо смотрится областной центр. Губернатор поручил Министерству просвещения разобраться в ситуации. Поднял глава региона еще один важный вопрос о дистанционном образовании. Такая ситуация может возникнуть в случае неблагополучной обстановки по коронавирусу. Область должна ее встретить в полной готовности. Мы должны четко понимать о том, как нам обеспечить доступ к широкополосному и скоростному интернету. Вот это вы и Колесова должны мне будете в четверг доложить. Во-вторых, нужно ведь без всяких сомнений не только инфраструктуру создавать, но ведь нужно стремиться к тому, чтобы в каждой семье было соответствующее оборудование. В идеале у каждого ребенка. Но пока школа готовится к выходу с каникул. Губернатор поручил держать на контроле обеспечение школьников горячим питанием. Урезание средств накормления детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов не должно быть. Димитровград стал предметом критики еще по одному вопросу. Жители города жалуются на перебои с отоплением. В выходные в Димитровграде произошло 5 порывов. 35 домов остались без отопления. В понедельник принес новую аварию. Без тепла остались 178 домов. Справиться с ситуацией может только при участии областной власти. Где Дума? Где администрация? Где дополнительный финансовый ресурс, который обязан были так направить на то, чтобы там провести все необходимые работы. Мы же каждую неделю с вами проводили заседание штабов. Все нам доблестно докладывали. Все у нас хорошо. Глава области попросил присоединиться к проверкам состояния жилищно-коммунального комплекса Димитровграда депутата законодательного собрания. Дома, от которых поступили жалобы, ножками пройдем с этими жителями, обязательно встретимся. Увидим их мнение прямо из первых уст. А в областной столице продолжает оставаться проблемная ситуация с запахом гари в Заволжье. Вопрос экологии вообще в последнее время привлекает значительное внимание жителей. Не понимаешь, коллег из Министерства экологии. Рейды есть, судя по отчетам. Там каких-то, так сказать, негодяев выявляют, которые там продолжают травить воздух. Станции поставили, деньги выделили огромные. Результата окончательного нет. Результат окончательный достаточно простой. Люди должны жить в чистой экологии. Что еще непонятно? И мы видим, что эта тема уже становится такая, ну почти, так сказать, политизированная. Все там некоторые, так сказать, пытаются уже на этом, так сказать, себе какие-то там дешевые дивиденды зарабатывать. Сергей Морозов объявил о необходимости перезагрузки экологической политики в регионе. Будет создан единый экологический офис, в который войдут люди различных взглядов. Появится экологический фонд. Он будет решать вопрос охраны природы за счет бюджетных и внебюджетных средств. Егор Титов, Артем Куранов, Новость Улправда ТВ. Не принимай.